Солдаты, они пообещали охранять Павла Первого всю свою жизнь. Они превратились в лавяльных солдатиков и теперь охраняют замок и призрак Павла Первого. Ух ты! И ты их видела? Да, да. Там скульптуры, там гавилет или что там? Нет, там просто маленькие души. Да, настоящие, такие старинные. Это вот приз, который я как раз обещала вам показать. Вот как раз атик. Это там, где треугольничка. Да, да, да. И это как отдельный этаж, например, атик. Есть портик, а есть атик. Вот. А выступающая часть, которая делит здание, называется мезонит. Мезонит. Приз, который он взят из Исаакиевского собора. А также, да, с золотыми буквами. А почему сняли? Ну, так вот. Потому что хотели быстрее закончить строительство. Весь Павел уже был как бы не молод в то время. Да. Он сорок лет ждал, чтобы зайти на престол. Угу. Четыре года строили. Угу. Четыре месяца он прожил. Кстати, ещё интересный факт и легенда, что Павел прожил столько лет, сколько букв в этой фразе. В этой фразе сорок четыре буквы. Павел I умер в возрасте сорока четырех лет. Кошмар. Вот. Думаю, что это апокриф. Не знаю, не знаю. Такая красота. Так прибавляем сейчас чуть-чуть. Я могу дальше побежать? Не, бежать не надо. Вот караванная сейчас скоро будет. Да. А вот это что? Так, это... Вообще, Михайловский замок представлял собой комплекс. Вот это, например, здание, где жили фрейлины, а также полк Павла I. А это манеж. Вот. В данный момент здесь располагается спортивный комплекс. А сейчас мы будем подходить уже к барокко. Это Елизавета Петровна. Ведь раньше на месте Михайловского замка располагался летний дворец Елизаветы Петровны. Он был деревянный. Здорово. И именно поэтому Павел I брал здесь свою резиденцию. Там, где он родился. Да, 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 да. А это цирк. А это цирк. А это цирк. Вот про цирк у нас цирк. Эля. Ну, это цирк. Какие у вас истории про цирк? Там очень сладкая аббатерина. Там очень сладкая аббатерина. Она 10 лет работала в цирке Игоря Кио. Да. В цирке Игоря Кио. И нам очень часто тоже рассказывают разные абсолютно истории про цирк, как плохие, так и хорошие. И что вот была пара гимнастов воздушных. И у них был очень сложный элемент. И там надо было с поддержкой его делать с тросом. Но случилось так, что они уже, ну, отработали. То есть прошел спектакль цирковой. И понимают, что трос подрезан. И при малейшей случайности он мог оборваться, и оба могли бы умереть. Ух ты. И там сразу и следствие, и не следствие, ничего не нашли. То есть настолько вот кому-то надо было навредить, что прям отрезали. Ужас. Почему нам такие интересные истории не рассказывали? Нет. У нас стандартная история, как наша преподавательница по хореографии. Она была просто идеальной. Что самый лучший из их состава. И была у них такая девушка замечательная, которая со временем начала толстеть. Про парашюты, да? Я про масло с хлебом рассказываю. А про масло с хлебом. И наша преподавательница приходит к этой девушке домой, и та и открывает дверь с куском хлеба с маслом. И даже проверяли, и взвешивали каждый день. Да, это же ужасно. На грамм протолстеешь, все ужасно. Все, это ты худей там две недели, и пока не похудеешь, не придешь. Потому что страховка, ой, страховка, да, это же такое дело. Не выдержит тебя и партнер тоже. Красивому народу. Вау. Во фонтанчик. Во фонтан очень работают. А вот в этом здании угловом размещается музей русский левша. Это новосибирский мастер, который подковал баку. И там самые маленькие вещи. Там, например, надпись на кусочке зернышка. Или на маковом зернышке. Айрфрик по Замодерне. Куда мы пришли? А мы подходим к Дону Кино. Здесь здание. Где позавтра? Позавтра, что ли? Здравствуйте. У нас еще не размещаются наши зимние студенты. Вот. И за Болгону. И за Болгону. И за Болгону. Да. Здравствуйте. Спасибо большое. Пошли. Всех будем размещать. Так. Надо забрать штативку. Да. Пойдемте. Пойдемте. Они еще идут. Их много. Здравствуйте. Да. Подходите, Полина. Бегом-бегом. Давайте. Добрый день. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.